Мы с вами привыкли говорить, мол, Россия, там все плохо, у нас нет своей электроники. Ну, как всегда, думали то, что у нас есть нефть, а за нефть все купим. Зачем мы что-то свое делаем? Искусственный интеллект забудьте, нейронные сети забудьте, современные средства коммуникации забудьте. В скором времени будут сложности большие с интернетом, со связью. Ну, то есть это откат по развитию в какой-нибудь 2006 год. В лучшем случае. Вот вы держите его как смартфон. Давайте угадаем, что? Конечно, у меня же западная прошивка стоит. Было это предсказуемо на все 100%. При малейшем обострении отношений с Америкой, Тайвань прекращает с нами сотрудничество. Все. Главный наш ресурс – это человеческий капитал. Сейчас есть страшная угроза его потерять. У нас должны быть очень правильно и эффективно вложены деньги в разработки. Неразворованные имеются в виду. Заметьте, не я это сказала. К нам приезжала делегация из Ирана, и они до последнего представлялись компанией из Эмиратов. Сейчас, по сути, мы занимаемся очень сильно похожим. Потеряв западный рынок, мы приобрели бесконечно российский. Грех сейчас этим не воспользоваться, чем мы сейчас и занимаемся. Нефарбсы. Всем привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это нефарбсы. И сегодняшний выпуск мы посвятили IT-сфере. Что ее ждет? Несмотря на то, что российское образование в целом принято критиковать, IT-образование Made in Russia хвалят. Наши специалисты востребованы по всему миру, их с удовольствием берут в крупные иностранные компании. Сначала специальные военные операции, многие из них быстренько упаковали чемоданы и поехали искать лучшие жизни за пределами РФ. Какая тема ваших визитов в США? Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Значительная часть зарубежных IT-компаний решила покинуть Россию, а часть российских – релацироваться, перевести бизнес. Западные клиенты разрывают контракты, зарубежные сервисы, которыми пользуются наши разработчики, перестают функционировать, приостанавливаются поставки полупроводников и другого необходимого оборудования. И несмотря на этот удручающий список, многие уверены, что российский IT от этого выиграл. Почему? Давайте разбираться. В начале апреля случился один громкий исход. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей процессоров, объявила, что приостанавливает деятельность на территории России. Заменить продукцию Intel планируют российскими микропроцессорами Elbrus от компании MCST. Вообще, суперкомпьютеры Elbrus производят с 70-х годов прошлого века. Правда, самые современные модели делают не в России, а на заводе в Тайване. Сейчас критики любят говорить, что Elbrus производится на Тайване в производстве TSMC. А вот тогда это было производство в России? Раньше, да, конечно, у нас был и завод Micron в Зеленограде. Это как раз-таки, скажем так, у нас отдельный центр строился. Это был закрытый город, где были микроэлектроника, разработки, производство микропроцессоров. Это все было у нас на территории России. До сих пор есть, например, производство в Белоруссии микропроцессорное. Там, конечно, тоже все технормы, скажем так, не самые современные. На сегодня в России самые современные – это 90 нанометров, это уровень ориентировочный 2005 года в мире. То есть оставание в районе 20 лет как минимум у нас идет. Но при этом процессоры Elbrus до сих пор, по современным технормам, процессоры Elbrus выпускаются на зарубежных фабриках. А вот, например, на 90 нанометров был опыт переноса на Micron в Зеленоград, в Россию, производства микропроцессоров. И он показал себя довольно успешным, этот опыт. Потому что, да, возможно создавать хоть и по более старым технормам. Насколько технологическая разница в годах между Elbrus, сейчас и, например, Intel? На сегодня отставание составляет в районе 5 лет. То есть это современный Intel мы берем, серверный, и современный серверный Elbrus. Это в районе 5 лет. Если мы говорим про десктопы, то это примерно отставание, если мы говорим на десктопных задачах. А это, ну, в основном браузер, это офис работа, это, ну, какое-то простое дело производства. То там разница незаметна в принципе. Ее там не будет на глаз видно, потому что производительность уже достаточна для решения, ну, там, 95% задач, Elbrus подходит спокойно. А вот отставание на 20 лет, это о чем вы говорите? На 20 лет это в производстве микропроцессоров на территории Российской Федерации. То есть вот если мы захотим сегодня разработать микропроцессор, то он будет у нас по уровню производительности, ну, где-то там 20 лет назад. А в чем сложность такая? У нас первая самая такая интересная проблема. Санкции с Россией никто не отменял еще со времен СССР. Во времена СССР были введены ограничения на закупку и поставку оборудования современного на производство по современным технормам. У нас в мире делалось всего три фабрики оборудования для современных технорм. И это оборудование еще не в 90-е, не в 2000-е никогда нельзя было купить, хоть сейчас все хвастаются, что нам опять запретили. Нет, это с самого начала нам невозможно было купить такое оборудование, либо только в обход. Первый момент. Второй момент связан с тем, что, ну, как всегда, думали то, что у нас есть нефть, а за нефть все купим. Зачем что-то свое делать? Эффективные менеджеры провели эффективную индустриализацию, которая привела нас к тому, к чему мы сейчас пришли. И до, скажем так, до 2020 года вся индустрия микропроцессоров, российских микропроцессоров, разработок российских, настоящих, честных, но не переклеивания наклеек, а вот именно то, что разработано в России, никому не было нужно. А вот начиная с 2000-го начали активно ворошить улей, я бы так сказал, некоторые компании, которые проталкивали то, чтобы не нужно разрабатывать даже российский процессор, и давайте будем использовать все зарубежное. И вот тогда поднялся довольно большой шум, и вот где-то с 2021 года это хоть на эту область начали как-то обращать внимание. Но, по сути, до 2020-х это нужно было только избранным компаниям, избранным, я имею в виду, какой-нибудь загранпаспорта. А с 2017 года в России все обрабатываются, хранятся, обрабатываются на Эльбрусах. Или, например, у нас довольно много с прошлого года, опять же, во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, камеры фиксации нарушений правил дорожного движения обрабатываются все тоже на Эльбрусах. Или, например, возьмем РЖД или МЦК у нас в Москве. Некоторые станции также оборудованы устройством на базе процессоров Эльбрус, которые регулируют движение управления. То есть это все идет, распространяется, но этому как-то не придавалось должного значения, потому что, видимо, скорее всего, на это были какие-то причины. Архитектура другая, и под нее написано меньше оптимизировано, меньше софта. То есть нужно было провести работу по оптимизации программного обеспечения на то, чтобы он хорошо работал на Эльбрусе. А в основном весь мир, все программисты натренированные привыкли писать под другие распространенные архитектуры. И нужно время, чтобы переключиться. Это первый момент, из-за которого многие компании не хотели переходить. Хотя есть достаточно компаний, кто как раз-таки перенесли на Эльбрус свое программное обеспечение, они сейчас успешно внедряются в МВД, внедряются в других компаниях государственных, министерствах применяются. Только из-за того, что они взяли, рискнули, перенесли, они теперь у них есть хорошие заказы. Но Эльбрусы, прежде всего, они дороже из-за того, что малый объем производства. Если мы говорим о зарубежных микропроцессах, они делаются миллионами в месяц. А Эльбрусы, они там производятся десятками тысяч в год. Это намного меньше. И чтобы выйти на сопоставимые стоимости, нужно сопоставимые объемы иметь. Если будут сопоставимые объемы, я не говорю про миллионы в месяц, я говорю там хотя бы миллион в год. А лучше там несколько сотен тысяч в год. Это уже можно говорить о примерно сопоставимой стоимости зарубежным оборудованием. То есть вопрос только в том, чтобы государство взяло и исполнило импортозамещение, и начало массово закупать, гарантированно обещать, что оно будет закупать массовое оборудование. Это уже можно будет выстроить в силу логистику и сделать, снизить стоимость. И опять же, есть еще один немаловажный момент, о котором, опять же, не принято почему-то говорить. Вот есть само ядро микропроцессора, оно собственное, и пускай это будет своя полностью разработка, открытая. Но есть, например, никто же не будет работать с самим процессором. Нужно как минимум клавиатуру подключить по USB, ну или телефон подключить. Нужно по Ethernet выйти в сеть, другие использовать блоки внутри процессора, ну как с ним коммуницировать. И эти блоки в основном у российских разработчиков, они покупные, и они также не российские. У Эльбруса это все-таки свое, и меньшей степени зависит от санкционных рисков. Во второй очередь, это безопасность, потому что это архитектура своя, и есть гарантия и уверенность, что там нет недокументированных возможностей. Все-таки в зарубежном оборудовании имеются недокументированные возможности, об этом довольно много в открытой прессе говорится и рассказывается. О том, что вот эти микропроцессоры, телефоны, это не такая уж вещь, которая за тобой не шпионит. Она еще как занимается тем, чем ей нужно. Известный российский техноблогер Стас Васильев, создатель YouTube-канала Миллионника, ай как просто, во время интервью тоже рассказывал о слежке из-за рубежа. Сейчас, допустим, монтажер монтирует это видео на процессоре Intel. Вот вы знаете, что есть в своей системе отдельный чип в ноутбуке, который имеет доступ к вашему ноутбуку, даже когда тот выключен. Если вы подключены к интернету, компания Intel может удаленно взять и включить ваш ноутбук, и достать оттуда всю нужную информацию. И это не какая-то конспирологическая теория, и не бред не из моей головы. Это информация, подтвержденная авторитетными разработчиками. Просто на эту информацию никто не обращает внимания. Напережу сразу частые вопросы Эльбруса. Есть ли в Эльбрусах такие блоки, которые шпионят? Но, на мой взгляд, этот вопрос не совсем актуальный, потому что Эльбрус поставляется в госструктуры. Физлицам они практически не поставляются. И туда страивать что-либо, какой смысл, если это все стоит в МВД, какой смысл что-то страивать, смотреть, что там, как работает. Туда всегда можно прийти и посмотреть лично, спросить всем компетентным органам. Первая проблема, о которой все заговорили после начала спецоперации – нехватка полупроводников, важнейшего элемента для производства микроэлектроники. На эту тему мы пообщались с одним из главных экспертов в IT-индустрии, бывшим советником президента Российской Федерации по программам развития интернета, ныне предпринимателем Германом Клименко. Люди, которые настроены оптимистично, говорят, что все мы заменим китайским оборудованием, но есть точка зрения, что оно хуже несколько по качеству. Что вы об этом думаете? Мы заигрались вообще во многих отраслях. Мы должны были браться за импортозамещение только в том случае, если в конце действительно увиделось решение стопроцентного импортозамещения, то есть когда это возможно. Возможно ли было импортозаместить в гражданской среде, процессора AMD, Intel? С самого начала было понятно, что нет. Более того, мы заигрались настолько, что мы сказали о том, что если процессора упакованы в бумажку с названием «Российские процессоры», то есть у меня есть здесь серебрус лежит, то это отечественное. Когда мы это все рассказываем чиновникам, мы же внутри себя играли, мы внутри себя выработали эти тактики, то есть отечественные сервера. Понятно, что любой руководитель крупного масштаба, я со многими разговаривал, они не понимали, что если написан отечественный сервер, и у нормального человека, кто не погружен в тему, это будет понятно, что если границы закрываются, а что с ним произойдет? И я года два назад говорил о том, что, коллеги, разработки здесь и создания там – это будет всегда. То есть нужно не обманывать никого, не надо говорить о том, что импортозамещение микропроцессорной техники идет опережающими темпами. Если граница опустится, у нас не будет ничего. И нужно было сразу решать вопрос с Тайванем, который, понятно, по причинам геополитики, он всегда побежит впереди паровоза с Америкой. Но, понимаете, когда успешный доклад идет о том, что наши процессоры – самые лучшие процессоры в мире, понимаете, когда это делается для оборонки, бог с ним. На оборонке они могут делать все, что угодно, но если мы пытаемся это заместить в гражданке, надо сразу понимать, что мы можем, а что нет. Когда у нас делаются, ну, там, допустим, карточки отечественные, но выясняется, что в 90% из них стоят импортные чипы, но это как-то выглядит не очень хорошо. При этом мы утверждаем, что вот если там упаковка, разводка платы – это наша, то тогда это отечественная. Это неправда. Нужно отвечать своими именами. И в этом плане коллегия из Минпрома, коллегия из Минцифр, она должна, наверное, ввели в заблуждение все государство. Точно так же, как, собственно говоря, и по другим позициям, по двигателям авиации, по авиационике, по двигателям авиации. Мы немножечко, знаете, взлетели в воздух и сказали, что мы импортозаместимся. Сейчас происходит жесткое приземление. Мы по-прежнему говорим, то, что я читаю сейчас, мы по-прежнему говорим, ничего страшного, мы потом найдем способ, да, потому что была такая легенда, что мы все купим. Выясняется, что за деньги многое не продается, да. Более того, надо признавать, что технологии ушли далеко. Если даже сейчас мы восстановим что-то, мы там накинуться всей страной, то это будет 2010-2015 год. Можно ли что-то делать на технологиях 2015 года? Ну, конечно, нет. То есть я имею в виду современного. Искусственный интеллект – забудьте. Нейронные сети – забудьте. Современные средства коммуникации – забудьте. Потому что если это делать на своих историях, надо признавать, что да, нам нужно понимать, как работать с теми, кто это может производить. Единственный путь, который есть сейчас, это действительно Китай. Причем это такой сложный тоже путь. Не факт, что он будет прям таким легким. Сейчас они стали не партнерами. Сейчас они обычные коммерсанты, которые понимают, насколько мы от них зависим. Жестко, да. Они занимают нейтральную позицию. Они до момента спецоперации, кстати, компания Huawei очень активно, я еще преподаю в Сеченовке, они очень предлагали свои сервера для там, как раз мы там, у нас там институт цифровой медицины, и мы учим медиков немножечко-немножечко искусственного интеллекта. И вот они, кажется, их продвигали. И я посмотрел, что это такое. Это, конечно, не высшее решение по то, что делает Intel и AMD, но это уже то, с чем можно работать. Только проблема в том, что теперь мы стали поросителями, и опыт коммуникации с китайцами говорит о том, что они с нас выжмут за сотрудничество и за наше спасение все соки. При этом, конечно, сервера вряд ли будут прям хай-фай, то, что нужно, но уже что-то есть. А наши сервера, вот у нас же есть компании Эльбрус, Байкал. Я же говорю, Эльбрус и Байкал, они производились на Тайване. Процессоры наши были, мы придумали, мы где-то взяли спикет, спецификацию, проверили, что там нет закладок, и разместили заказ на тайваньской фабрике, еще раз повторяю, на тайваньской. Тайвань, который сейчас висит под угрозой Китая, который лучший союзник Америки. Он надеется только на Америку, поэтому они прекратили производство наших процессоров раньше, чем Intel, A&T и AMD отказались на поставке своих процессоров. Поэтому размещать там заказы, ну, знаете, наверное, в 1937 году те, кто это сделал, расстреляли бы. То есть, ну, сейчас не 1937, но хотя бы можно было бы и уволить, потому что это заведомо подставить страну под отказ. То есть, условно говоря, было это предсказуемо на все 100%. При малейшем обострении отношений с Америкой Тайвань прекращает с нами сотрудничество. Все. То есть, это было прямо настолько очевидно, что и поэтому у нас можно сказать, что нет ни Эльбрусов, ни Байкалов. На ваши вопросы, можно ли их производить здесь, ответ нет. Компания Lynx Data Center уже более 20 лет предоставляет услуги дата-центров и сдает в аренду облачные ресурсы. Компания работает как на российском, так и на зарубежном рынках. Среди ее партнеров Microsoft, IBM, Lenovo и Amazon Web Services. Для тех, кто не знает, дата-центр – это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет. Задача дата-центра – обеспечить стабильную работу размещенного в нем оборудования и предоставить защищенные каналы связи, по которым происходит обмен данными. Скорее всего, будет большой передел рынка с точки зрения облачного проводинга. То есть это будут отечественные решения, насколько я понимаю? Будут отечественные гиперскейлеры. А имеем ли мы ресурсы, чтобы их создать сегодня? Хороший вопрос. Действительно, в настоящий момент есть сложности с поставками оборудования. И действительно, цепочка поставок уход крупных вендоров с российского рынка не предполагает, что в ближайшие несколько месяцев у нас будет возможность предоставлять большие облачные мощности. Но, на мой взгляд, это все поправимо, потому что есть несколько вендоров отечественного производства. Они не такие крупные, потому что предпочитали покупать иностранного, западного производства сервера, СХД и сетевую часть. Но вот сейчас я вижу все больший спрос у таких компаний, как Ядро, Гагарин, Аэродиск. Я думаю, что спрос на их решения будет только расти. Это все звучит, конечно, очень оптимистично, но что будем делать с недостающими комплектующими? Сможет ли их заменить Китай? Смотря что Китай заменит. Если говорить конкретно о географии, я думаю, что это будет не столько Китай, потому что у Китая нет технологий всех, которые нужны Российской Федерации. Я думаю, что это будет Турция и Китай. Вот в этой схватке, возможно, мы сможем прожить эту историю. И мне кажется, что вот этот кризис, ну, как обычно, да, в России пока петух не клюнет, вот эта история наша, мы от нее никак не уходим. И мне кажется, что вот этот сильный кризис, он заставит как раз нас по-другому относиться к производству. То есть мы не будем заниматься только сборкой, то, чем мы последние несколько десятилетий занимались на территории России. А мы будем уже более настойчиво требовать более глубокого производства, скажем так. И здесь я вижу, конечно, в первую очередь помощь от Китая и Турции. О новых вызовах для эти отрасли мы поговорили с Олегом Кивокурцевым, сооснователем пермской компании «Промобот». В начале этого года мы уже делали большой выпуск про Олега и его суровый уральский бизнес. Посмотреть его, кстати, можно по ссылке в описании. В выпуске мы с тобой говорили, что у вас очень много зарубежных партнеров, что вы в целом смотрите на мир. Около 70% у вас это американские деньги, кажется. Да, да, 20-й год именно в этом и был. Но нам повезло. Нам повезло, что в 21-м году мы активно начали развитие на Ближнем Востоке. И сейчас нам ничего не остается, кроме того, как продолжать развитие в этом управлении. Ближний Восток, Объединенные Арабские Эмирады, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт. Это те экспортные направления, которые мы будем развивать в ближайшем будущем и верим в эти направления. Они у нас всегда были на хороших позициях. Будем продолжать. И для себя сейчас новое направление будем открывать. Это странно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы уже в ту сторону работали. Но сейчас нам тоже для того, чтобы экспортные показатели не терять, нужно будет дальше развиваться. И не привыкать нам менять планы. Не привыкать. Что только вроде 19-й год построили, все хорошо. Бам, 20-й. 20-й год оперативно работали. Все было нормально. В 21-м году уже вроде как проясняется локдаун и везде снимают все. 22-й год. Эх. Вот. Но ничего, да, не привыкать. Закаленные мы. Лаборатория Касперского. Международная компания по разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и других киберугроз. Одна из крупнейших в мире. В марте 2022 года Федеральная комиссия по связям США внесла лабораторию в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности. Надо признать реальность. Действительно, бизнес в Европе, бизнес в США не такой оптимистичный, как был раньше. Но при этом нужно также признать, например, факт про нас. B2B бизнес глобальный в лаборатории Касперского за период год к году растет в 2022 году. Мне кажется, это прекрасное достижение. Что дальше? Надо поддерживать своих клиентов, надо поддерживать своих партнеров в полной мере и выполнять все свои обязательства, что мы и делаем. И благодаря этому с нами остаются очень крупные клиенты, в том числе европейские. Лаборатория Касперского изначально была международной компанией и останется ей быть. Практически 80% нашего бизнеса – это международный бизнес. Поэтому мы стабильны, то есть мы очень хорошо диверсифицированы. Очень хороший пример – это Ближний Восток, это Латинская Америка, это Азия. То есть далеко не только Россия. Группа компаний InnoStage занимается развитием цифровых экосистем, в том числе государственных компаний. Также обеспечивает их кибербезопасность. А что вы думаете по поводу того, что многие российские IT-компании работали на мир и сейчас они экстренно ищут возможности релацироваться, потому что рынок России слишком мал для них и им не хочется потерять выручки. Что с этим делать? Насколько государство будет готово принять их и их зарубежные компании, покинувшие Россию обратно? IT-компании, которые так или иначе работали на запасных поставщиков, сейчас находятся под очень сильным давлением. Очень сильным давлением в части того, что западные заказчики отказываются работать с компаниями, которые расположены на территории Российской Федерации. Это как раз и вынуждает многих наших коллег перемещать бизнес за пределы России. Бизнес и, как следствие, сотрудников. Наверное, это первый аспект. Точно так же мы сейчас видим на рынке труда, я думаю, к лету эта ситуация усугубится. Это как раз уход из России целого ряда крупных западных производителей. И, как следствие, сейчас у многих этих компаний сотрудники отправлены в вынужденные отпуска. Обычно это трехмесячный срок. То есть мы считаем апрель, май, июнь. То есть июнь, июль. Так или иначе эти люди выйдут на рынок труда. Мы сейчас наблюдаем на рынке труда, наверное, практически 40-50% сокращение вакансий и где-то 20-30% рост количества соискателей на рынке. То есть мы считаем, что к лету эта ситуация, эта пропорция может еще более усилиться. То есть тренд на то, что рабочих мест может стать несколько меньше, а соискателей существенно больше, он сохранится. И если говорить про западные компании, которые сейчас покинули, либо временно прекратили свою деятельность на территории России, на мой взгляд, здесь ситуация неоднозначная, но точно можно говорить о том, что в том числе подобные компании они теряют как доверие потребителя, который так или иначе ориентировался на сервис этих компаний, так и доверие сотрудников. То есть я знаю ряд западных компаний, которые практически без каких-то объявлений для собственных сотрудников буквально в один день перекрыли карточки для оплаты командировок, отключили доступ к информационным системам и практически в ультимативном порядке отправили людей во временный отпуск трехмесячный. Так или иначе, для людей, которые долгое время работали на этих западных производителей, сейчас для них это некий шок. И я не думаю, что в случае возвращения этих компаний сотрудники захотят свернуться к этим работодателям. У вас сейчас есть отток специалистов? Почему вы сами не уезжаете? Потому что я предполагаю, что можно за большие деньги работать в других IT-компаниях, сейчас на русских IT-шниках такой спрос. Ну, во-первых, работать в МЦСТ это крайне интересно. Это такого опыта не даст ни одна компания. Уж я уже посмотрел, но нет. Это такое, я посмотрел в других, но не так интересно, как в МЦСТ. А вы работали в МЦСТ? МЦСТ работал в других компаниях, которые связаны с российскими разработчиками, и оборудование, и компаниями-разработчиками, и в том числе микропроцессоров других имел дело, и в том числе в Intel не работал. Нет, там не знаю как. Знаю от коллег, как в Яндексе, в Сбербанке и так далее. У нас в России есть большие компании, кто платит очень много денег, но там очень рутинная работа и не совсем интересная. И высокая зарплата обусловлена тем, что ты занимаешься не очень интересным делом, и тебе доплачивают за то, что за монотонность, за какую-то однообразность, и без вызова какую-то работу. За это и есть доплата в виде денег. Тем, кто пассионарий, тем, кто хочется что-то создавать новое, интересное, и прикладывать руку к чему-то уникальному, им, конечно, такая работа не совсем подойдет. И работая в МЦСТ, создавая Эльбрус, ты создаешь что-то на уровне мира. То есть это разработка без шуток, без каких-либо таких преувеличений, либо чего-либо. Эльбрус – это микропроцессор, одна из тех вещей, которую нашу страну выводит вперед. В мире всего пять стран, у кого есть собственная архитектура. Китай, США, естественно. Япония, Англия, Россия. И Эльбрус – это то, за счет чем можно гордиться. Это то, что ты занимаешься и делаешь высокоинтеллектуальную работу и разработку на уровне всего мира. А это очень важно, чтобы быть причастным, как мне кажется, у нас в России, что ты делаешь что-то великое и большое, а не что-то такое стандартное. То есть в этом еще заключается вещь. Ну и школа, которая тебе дает, мы говорим конкретно про МЦСТ, и она тебя растит как высококлассного специалиста. И в случае, когда это может надоестся, захочется чего-то нового или чего-то степенного, всегда можно будет без проблем перейти в любую компанию мира. И я выбираю то, что, ну помимо, если мы не говорим про патриотизм, история, то это просто очень интересная работа. Это действительно быть причастным к чему-то очень классному, крутому на уровне всего мира. И это не каждая компания может дать. А все равно в зарубежной компании ты будешь все-таки больше винтиком. Потому что те истории про демократию, которые нам рассказывают почему-то, она не совсем так. Любое крупное производство, это прежде всего в любом мире, будь то это Мерседес, производство автомобиля, будь то это Интел, производство микропроцессоров, либо еще что-либо. Это все-таки такой выстроенный тоталитаризм, где каждый человек это винтик, который строго делает свое дело, а шаг вправо, шаг влево, любое творчество там все-таки пресекается, ты должен исполнять свою задачу. И именно за эту задачу и платится. Собственно, как я и выше привел, про другие российские компании, где имеют высокий заработок люди, но занимаются таким довольно однообразным делом. Один из ведущих экономистов страны, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан считает, что человеческий капитал важнейшая составляющая для построения процветающей экономики страны. Но что делать, когда человеческий капитал на распутье? Что бы вы рекомендовали IT-компаниям, IT-стартаперам из нашей страны уезжать из России или остаться? Ох, это больной вопрос, потому что, на мой взгляд, главным успехом России последних двух лет было то, что мы вышли на мировой фронтир. Вот до этого, чем мы для мира были заметны? Нефть, газ, металлы, ну хорошо, зерно. А тут оказалось, что мы одна из трех стран, которые создали собственные цифровые экосистемы. И всего три. В Европе ни одной собственной цифровой экосистемы нет. Именно поэтому у них жестче законодательство по отношению к цифровикам сейчас. А так США, Китай и мы. Каршеринг в Москве самый распространенный среди мегаполисов. Электронный банкинг мобильный был вначале хорошо сделан Тиньковым избером у нас. Мы были на фронтире. Мы пока еще на фронтире. Apple Pay работал в каждой деревне, буквально, надо сказать. Совершенно верно, да. Так вот, заметьте, что вся эта система, платформы, все это стоит прежде всего на человеческом капитале, конечно. На высококачественном человеческом капитале, который и есть, я всегда это говорил, главное конкурентное преимущество России. Мы только почему-то нажимаем в основном на другие рычаги. На сырьевые, на военно-технические, а главный наш ресурс – это человеческий капитал. Сейчас есть страшная угроза его потерять, потому что 70 тысяч уехавших программистов за март – это много. Но только давайте поймем. Мне кажется, все-таки вопрос не в том, будут ли они работать из Армении, Узбекистана или Израиля, или Сербии. А вопрос в том, будут ли они работать на Россию. Для нас в этом вопрос. Поэтому то, что люди эвакуируются, это довольно понятно. Ничего тут особенного нет. Боевые действия идут совсем недалеко. Поэтому, мне кажется, важно сохранить этих людей в российских компаниях. Важно было бы, конечно, чтобы они потом возвращались. И здесь есть свои магниты. Да, Россия не умеет производить хорошую аппаратную базу в IT. Она уступает по качеству. Но в России очень сильные программистские кадры. Это знают все, а вот о чем часто забывают, за программистами стоит еще очень сильная поддержка. В России сильные научные математические школы. Они производят качественный алгоритм. Поэтому конкурентоспособность российских IT-компаний, она стоит на качестве программистских кадров и на качестве математических алгоритмов. И это есть, это воспроизводится. И мало какая страна имеет сильные математические школы. Не просто математиков, уехавших из России, а именно математические школы. Поэтому я, во-первых, считаю, что если не завтра, то послезавтра у наших цифровых компаний большая перспектива. И они поэтому должны получить поддержку даже не завтра, а сейчас. А во-вторых, это одно из проявлений нашего главного конкурентного ресурса, человеческого капитала. Ваша компания думала о релокации? У вас все-таки огромный офис просто там с производством. Это подъемно для вас вообще? Нам часто предлагали на самом деле релокацию. Но сейчас мы, честно, даже не рассматривали такой вариант. Потому что да, у нас надо перевозить завод. Это завод и все 150 человек. А даже границу пересечь с тем оборудованием, которое у нас сейчас есть, это в принципе нереально. Плюс еще мы являемся дочерней компанией российских фондов, российских инвесторов. И могут возникнуть вопросы, как с обеих сторон. С рынка ушли большинство компаний, которые делают промышленных роботов. Вот эти роборуки, которые делают сварочные операции, делают гибочные, те, кто работают на предприятии. И мы знали про этот рынок. Он достаточно большой и богатый. Но мы не хотели туда заходить, потому что действительно с нуля тяжело биться с гигантами, которые с 70-х годов свою технологическую базу развивали. И сейчас появился, собственно, вот он, пустой рынок. Спрос сформирован, потребности понятны. И мы сейчас тоже в эту сторону идем. Мы сделали свой промышленный манипулятор, так называемый КОБОТ. Вот коллаборативный робот. И сегодня мы уже общаемся и со СБЕРом. И с рядом предприятий пищевой промышленности. С тяжелой промышленностью пока общение не ведем. Мы не можем, у нас нет технологий такой высокой точности достичь. Несколько микрон. Но это тоже вопрос времени, тоже рынок. По сути, для вас это гораздо больше и деньги, чем промо-роботы, которые работают в развлекательных, образовательных целях. Насколько я понимаю, это гораздо больше. Ну, по большому счету, да. По большому счету, да. Потеряв западный рынок, мы приобрели бесконечно российский в области промышленной робототехники. Вот, и нам грех сейчас этим не воспользоваться, чем мы сейчас и занимаемся. А конкуренты у вас есть вот на этом поприще вообще? Да, 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 да. Мы первое, что сделали, это позвонили всем членам ассоциации российского рынка робототехники. Вот, и поговорили, что, как дела, что делаете вообще? Ну, потому что среди них есть и интеграторы. Говорим, вот у вас сейчас нет поставщиков, давайте пообщаемся. Вот, и действительно 3-5 компаний нам фактически в ультимативной форме заявили, ага, промо-бот. Ну вот, знаете, вам просто так этот рынок не захватить. Мы уже сейчас сделаем, и подождите год, и мы сделаем самый лучший робот в мире, и с вас уже трубку даже не возьмем. Вот такие всякие есть истории. Мы говорим, хорошо, спасибо, алло, скорая вот приедет, там человек сошел с ума, вот, потому что через год мы же сделаем. Михаил Бурмистров, генеральный директор компании Инфолайн Аналитика, считает, что Россия за последние месяцы сильно обеднела из-за отъезда IT-талантов. То, что касается ситуации с IT, то здесь это большая боль. Из России уехало там больше 100 тысяч IT-специалистов. К сожалению, многие из этих IT-специалистов, ну, по всей видимости, в ближайшее какое-то время не вернутся. Почему? Потому что международные компании осуществляют релокацию. Это релокация в Казахстан, в Грузию, в страны, там, восточной Европы и так далее. То есть, к сожалению, как бы здесь, с точки зрения IT, мы сейчас, ну, как бы ощутимо, к сожалению, как бы обеднели талантами в какой-то степени. И более того, к сожалению, тоже нужно здесь, как бы, констатировать, что эта ситуация будет в какой-то степени продолжаться. Потому что все-таки у нас IT-специалисты – это те специалисты, которые исторически, как бы, они наиболее, наверное, такие международные, как бы, игроки. Потому что очень много там проектных команд из разных стран, находясь в разных географиях, в разных локациях, там, работали над теми или иными проектами и так далее. Сейчас, когда Россия находится под таким жестким ограничением и санкционным давлением, конечно, для многих это, ну, надо признать, очень некомфортно. И многие из них действительно, как бы, вот рассматривают эту вот релокацию в такие, в более свободные, как бы, юрисдикции, где, соответственно, как бы, они могут более эффективно работать, иметь меньше ограничений с точки зрения, там, использования тех или иных сервисов, начиная, там, от платежных и заканчивая каких-то моментов, там, не знаю, стерии, связанных, там, со стоимостью оборудования того или иного, там, и так далее. Плюс в каких-то случаях, к сожалению, ну, такие совсем прям недружественные шаги, когда некоторые, там, те или иные, там, IT-решения, там, зарубежные, они оказывались вдруг просто недоступными для российских, для российских, как бы, для пользователей из России, из Беларуси. Просто взяли, выключили, как бы, рубильник, и, соответственно, как бы, все, вот, вот, ты оплатил, не оплатил, какая разница, все, просто мы Россию отключили. Вот, такие, к сожалению, как бы, ситуации тоже есть, это тоже для, там, IT-специалистов, для их бизнеса, для, конечно, там, для их работы, это, это, как бы, очень непростая история. Поэтому, да, действительно, с точки зрения IT придется импортозамещаться. К счастью, у нас, там, свои IT-решения есть, то есть, у нас есть, допустим, 1С, который, понятно, что после ухода компании, там, допустим, САП, да, то есть, понятно, что 1С будет, там, в той или иной степени, как бы, развиваться и наращивать, там, как бы, свою долю. Но при этом тоже надо понимать, что, там, почти вся Россия работает на, там, на Майкрософте, да, и, как бы, в этом плане, понятно, что до этого, как бы, еще не дошло. Но если вдруг в моменте представить, что, вот, Майкрософт не будет работать, то есть, понятно, что, конечно, никто, там, не отменял использование какого-то пиратских программных продуктов, да, и, как бы, действительно, Россия, это, все-таки, страна, которая исторически к покупке IT-решений, ну, относилась, там, значительная часть населения относилась, там, скажем так, и населения, и бизнеса, как бы, к сожалению, тоже надо признать, вот, относилась к таким, как бы, скепсисам. Но это, вот, тоже очень большой риск, и в этом плане... То есть, самоденек у людей, наверное, просто нет на официальные программы, они же стоят, там, по 30, по 40 тысяч и больше. Да, 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 нет, так я об этом и говорю, да. У нас ряд IT-решений органов власти используют Oracle, допустим, да, там, на SAP у нас крупнейшие компании работают, то есть, это, понятно, это все-таки, очень, как бы, болезненные истории, поэтому, по поводу импортозамещения, да, это, как бы, та история, которую целесообразно развивать. Ну, более того, на самом деле, я бы сказал так, что страна со столь независимой и столь, скажем так, жесткой внешней политикой, как Россия, ну, как выяснилось, да, что мы способны принимать очень жесткие решения, должна обеспечивать себе существенно больший уровень автономности с точки зрения, вот, какого-то, вот, набора именно экономических аспектов, чем, на самом деле, как бы, предполагалось ранее. Петербургская компания «Робо», разработчик и производитель образовательной робототехники, поставляет свою продукцию по всему миру. Еще компания развивает сеть кружков программирования и робототехники для детей и подростков, где их учат всему, что пригодится в цифровом будущем. Для того, чтобы изделия микроэлектронные были конкретно способны, они должны проходить по цене в рынок. И цена, она напрямую зависит от тиражей. Для того, чтобы изделия не касались большими тиражами, необходимо трентироваться не только на внутренний рынок страны. Нужно, чтобы в объем конечных B2C-потребителей, для любой технологии, даже если она государственная, был как минимум миллиард жителей того или иного, там, странового блока или квадрата. Миллиард целый? Нет. Не меньше миллиарда жителей должно быть на совокупном рынке, куда ты выводишь технологию, для того, чтобы ты смог производить ее достаточными тиражами, чтобы получить конкурентоспособную цену. Поэтому, если любой, условно, производитель в России будет делать продукт только для российского рынка, он всегда проиграет, условно, производителю, который делает продукт даже только для китайского рынка. Потому что в России 40 миллионов населения обстоит уже полтора миллиарда. И если российский производитель хочет, чтобы его изделие было конкурентоспособным, ему сразу же нужно закладывать в свою маркетинговую стратегию, необходимо сделать сэкспортный вариант и работать, но в идеале, на страну БРИКС. Он сможет сделать свое изделие конкурентоспособным за счет того, чтобы делать его нормальными тиражами. То есть, если говорить про рынки чипов, то там хорошие тиражи, при которых более-менее прилично это получается, если не стоит. Это вот 10 миллионов устроек. С тобой общалась наша продюсер Настя в начале марта, и ты говорил, что ищите новых поставщиков. Удалось ли найти и для чего поставщиков, каких элементов? Да, действительно, мы столкнулись с такой проблемой. И спасибо нашей команде логистов за то, что у них был на большинство комплектующих план «Б». Потому что, действительно, проблемы мы предсказывали, но не в части санкций, а в части того, что вдруг кто-то закроется, вдруг кто-то подведет и так далее. Вот. И большинство, кто отказался работать, мы нашли. Значит, где-то были китайские решения, один в один похожие. Где-то были возможности приобретения через дилеров, но у кого был большой объем, с такими начали работать. А вот где-то мы, к сожалению, столкнулись с проблемой. И вот решили ее в трех направлениях. Одни поставщики согласились сделать отправку от китайского юрлица. Вот это очень классно. То есть европейская компания отправляет китайского юрлица. Вторые поставщики отказались что-то решать, и мы решили через хаб в странах Средней Азии. Вот. И третьи поставщики пока не предложили решения, но у нас пока есть на складе, мы занимаемся поиском. Поэтому, ребята, кто делает сервоприводы в России, срочно напишите мне. Мы хотим закупить. И все сложности касаются микроэлектроники. Это была минута объявлений на YouTube-канале Forbes. Да, ищем сервоприводы. А вот что касается полупроводников. Все про них очень так шумно говорят. Вам они требуются. И испытываете ли дефицит в них? Вот здесь на самом деле проблема невероятно глобальная. То есть представь, ну ладно, мы найдем, как это импортировать. Это мы купим через гонконгскую компанию в Тайване, из гонконгской компании перевезем в Казахстан, из Казахстана сюда. То есть ладно, это достаточно... Потому что у вас не очень большие объемы. Да, у нас небольшие объемы. Мы, на крайний случай, пять человек полетит в Тайвань, в Тайвань можно летать. И привезет 10 баулов этого нам на какое-то время хватит. Даже пускай так мы решим. Но вот я не понимаю, как теперь быть крупным технологическим компаниям. Например, вот телеком-операторы, они строят вышки, строят сервера, в которых используются миллионы элементов с использованием полупроводников. Миллионы. И вот здесь миллион раз ты вот туда-сюда не слетаешь. Здесь я не понимаю, как они будут это решать. И я вот здесь действительно испытываю опасения. Если потому что не решить, то в скором времени будут сложности большие с интернетом, со связью. А этого допускать нельзя. И нас это пока не касается, но коснется это точно и нас, и простых обывателей, и всех. И я надеюсь, что у наших дипломатов найдутся инструменты, как все-таки организовать эту логистику. Под водой, может быть, через небо, через еще как-то вот. Но они должны этот вопрос решить иначе нам не поздоровится. Это простое самое. Скорость интернета. То есть не будет интернета. Второе. Это не будет в новые строения проводиться интернет. То есть строится дом, а в нем будет, ну дай бог, в лучшем случае мобильный только. То есть не будет этого эзернет-кабеля, который в стене, который 15 лет назад хвастались застройщики, что вот у нас сразу в здании, помимо розетки, еще эзернет-розетка. Такого может не быть. Вот. Ну и отсюда следствий просто масса. Нету интернета, нет связи, нет пользователей. Нет пользователей, нет развития интернет-сервисов. Нет развития интернет-сервисов, нету спроса на IT-специалистов. Нету спроса на IT-специалистов, нету... IT-специалистов. Нет, IT-специалистов. Они уезжают. То есть вот. Да. И так далее. То есть это все пойдет по наклоне, по накатанной. А нет, нет IT-сервисов хуже качества жизни. То есть представьте, что был... Как мы будем жить в мире, где мы такси будем вызывать? Алло, здравствуйте, подъедьте, пожалуйста, я называешь адрес. Я уже не представляю. Или как мы будем жить в мире, где мы будем такси вызывать рукой и голосовать. Вот как мы будем жить в мире, где для того, чтобы найти ответ на вопрос, нужно открывать энциклопедию. И дома должна быть вот такая стена, где у тебя стоит куча книг. Как это? Ну, то есть это откат по развитию в какой-нибудь 2006 год. Ну, вот в лучшем случае, да, 2006. Все-таки лет на 50 пока тех устройств, которые уже есть на рынке, да и плюс дополнительные импортируемых хватит. Вот, но дальше действительно 2006. И вот единственное, что может это превратить, это гибкость серых импортеров и навыки наших дипломатов. По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных компаний Карена Казаряна, сейчас появится много желающих создать новые сервисы, но способны на это будут далеко не все. Ждать ли нам, я не знаю, каких-то новых сервисов из-за этого? Чего-то вообще нам стоит ожидать? Сейчас, да, такая немножко странная ситуация, что, с одной стороны, понятное дело, российские гиганты, там, и Яндекс, и Вике, и Сбер будут пытаться занять те ниши, которые освобождаются, будут создавать новые сервисы и, в общем-то, активно конкурировать с ними. С другой стороны, очень много подобежало каких-то странных людей, которые решили чего-то там импертозаместить, не обладая, в общем-то, компетенцией, но, видимо, очень-очень-очень желая потратить... Бюджетные деньги. Старские гранты, выделяемые на это, и, видимо, немножко этой мути должно сначала схлынуть, чтобы реальные проекты могли развиваться. Объективно, за исключением крупных корпораций, сочинений, может, там, Яндекс или Вике, способность создать новый сервис в, скажем так, МВД, что называется, минимальный требуемый продукт за, не знаю, 3-4 месяца, есть как-то у них, но никак не у каких-то неизвестных новых команд. Потом, впоследствии, возможно, ближе к концу, куду, в следующем году, мы можем наблюдать новые какие-то стандарты. После блокировки Фейсбука и Инстаграм от компании Мета, признанный в России экстремистский, начался стремительный взлет ВКонтакте. В конце апреля ВК-компани купила сервисы Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости, тем самым значительно расширив свое влияние на рынке. Здравствуйте, здравствуй. Как по твоим ощущениям, что с ВКонтакте случилось за последние полтора месяца? Привет, во ВКонтакте наблюдается бурный рост аудитории. Мы в марте пробили отметку в 100 миллионов активных пользователей за месяц, а наша дневная аудитория выросла на 9%. А за счет чего, как ты думаешь, к вам идут люди? Ну, во-первых, конечно же, в связи с ограничением работы в России социальных сетей Инстаграма и Фейсбук, мы замечаем, что, во-первых, к нам приходят новые пользователи, которые до этого никогда не использовали нашу площадку, но и при этом возобновляют активность пользователей, которые, возможно, не были раньше так активны. В апреле российские пользователи лишились музыкального сервиса Spotify. Подписку на Apple Music нельзя оплатить картой российского банка. Альтернативой стали Яндекс.Музыка и ВК.Музыка. Но пока что у них есть проблемы с некоторыми зарубежными правообладателями, так что не все иностранные песни доступны для прослушивания. Стоит отметить, конечно же, клипы. И, наверное, здесь давайте еще поговорим про ВК-видео, платформу, на которой пользователи могут проводить прямые трансляции, могут, в принципе, смотреть как UGC-контент, так и контент от киностудий, от разных продакшенов, от блогеров в том числе. И, опять же, на платформе ВК-видео у нас за февраль-март наблюдается достаточно тоже большой рост просмотров, доходящий в сутки, если я не ошибаюсь, до одного миллиарда. У вас есть цель заменить, условно говоря, YouTube, Instagram или это невозможно? Никогда мы не преследовали такой цели. Мы старались всегда в первую очередь делать наш сервис конкурентоспособным, удобным, дающим пользователю, точнее, решающий абсолютно любые задачи пользователя, его вопросы, чтобы он мог как и решать вопросы коммуникации, так и вопросы развлекательного контента. Ну, в общем, одним словом, просто чтобы пользователю хотелось ВКонтакте проводить как можно больше времени. Насколько ВКонтакте вообще готов к такому потоку пользователей? Потому что, например, Runtube, мы тоже с него пыль сдули, полтора суток мы грузили выпуск. Мы совершенно точно к этому готовы. Наши системы обслуживают порядка 20 тысяч серверов. Это, на самом деле, огромное количество оборудования, которое рассчитано на большие мощности. И мы всегда держим руку на пульсе, обновляем наше оборудование, различные технические решения. Поэтому мы уверены, мы все нагрузки выдержим. Исполнительный директор Ассоциации консорсума отечественных разработчиков систем хранения данных, существующий менее двух лет, Олег Изумрудов, настроен более оптимистично. Наличие отечественных альтернатив критически важен. Яркий пример. Китайская Народная Республика. Смотрите, там изначально заблокированы были Facebook, Google, да? Изначально были. Но там же все сидят в тех же социальных сетях через VPN, как у нас в стране. Нет, нет, нет. А вот тут вы на самом деле ошибаетесь, потому что у вас, знаете, как интересно, вы так думаете, вы так думаете. По одной простой причине, что вы так делаете. Я был в Китае, там делают так. Нет, нет. Во-первых, Китая в несколько. Вы просто путаете, что Китая в несколько. И поэтому, если вы сталкиваетесь с Китая говорящими людьми в социальных сетях, вы думаете, что они из континентальных Китая? Нет, они не из континентальных Китая. Они из других Китая. Они могут быть из Гонконга, в котором нет республикцев. Они могут быть из Тайвана, они могут быть в Сингапур. И это все Китай говорящие. Я говорю про континентальных китайцев. Я прекрасно знаю, что такое Гонконг, Тайвань, Макао и прочие регионы. Там все пользуются VPN-ом, сидят также в Инстаграме. Там не надо, на этих территориях не надо пользоваться VPN-ом, для того, чтобы сидеть в Инстаграме. Я говорю про континентальный Китай. Континентальный Китай, нету смысла пользоваться такими социальными сетями, по одной простой причине, что они сидят в других социальных сетях. И по поводу YouTube, YouTube, VK, видео и цены, я с вами не согласен. Я также являюсь, как и вы, потребителем контента, ну, как и все, да. И, разумеется, довольно интересен мне контент, к которому мы привыкли. Так вот, что произошло в последнее время, последние две недели, наверное. В YouTube отключена монетизация, и все блогеры, ну, либо они вынуждены были вставлять рекламные блоги, ну, прям в свое видео, да, это как-то так. Ну, прямо уж, скажем, вынуждены, они только рады, давайте так. Да, да, да. Ну, у них начала сокращаться, в том числе, аудитория, потому что монетизация пошла, и они все рванули в те самые VK-видео, в Routube и Z. И сейчас практически, если вы хотите приличный контент смотреть, вы его в YouTube даже не найдете. Ну, и там осталось примерно 20 или 10% уже. А я думаю, через месяц, даже если не заблокируют YouTube, это будет там 10%. А если YouTube заблокирует, и будет ограничен к нему доступ, да, может быть, в UPM будет работать все, аудитория сильно сократится. Все будут там, где есть возможность монетизации, все равно реклама внутренне. Самое смешное, возможности для этой монетизации, потому что много блогеров, они рассказывают, какая у них разница монетизации YouTube, и не разница монетизации, например, на YouTube, на Facebook и в ВКонтакте. И оказалось, что она не в пользу YouTube. Почему? YouTube очень долго-долго, ну, скажем так, менял политику, получал условия для блогеров, на монетизации, им надо было больше-больше просмотров для того, чтобы просто быстрее бежать, чтобы оставаться на том же месте, по большому счету. А самое смешное, для рекламодателей большая разница была, потому что реклама в YouTube стоит намного дороже, чем реклама в YouTube или в отечественной. Самое смешное, рекламодатели, целевые рекламодатели, не отечественные. И они за рекламу в YouTube платили больше, YouTube сжирал гигантскую комиссию, то есть это, ну, комиссия так делала до 60-80%, и уже потом еще брал комиссию с тех же блогеров, грубо говоря, условия для монетизации на YouTube становились чем дальше, тем хуже. Кстати, в одном из предыдущих выпусков мы попросили популярных блогеров и экспертов рынка оценить Рутуб как альтернативу YouTube. Ответ был однозначным. Рутуб я оцениваю как обратительную, обратительную площадку, что делал руководство Рутуба с последние 15 лет, с момента его создания, это систематически ухудшало площадку Рутуб. Поэтому блокировка YouTube, мне кажется, чуть ли не преступной, потому что YouTube это не просто место, где блогеры могут зарабатывать деньги. YouTube это место для распространения общественно полезного, интеллектуального, научного контента. Его там очень много. Ты уже залил какой-нибудь ролик на Рутуб? Его не нужно трогать. Во-первых, если просто даже представить, что большое количество людей сейчас придет и начнет загружать материал на Рутуб, он просто ляжет, просто физически не вывезет. Кстати, 9 мая Рутуб, на который после начала специальной военной операции переехали многие российские прогосударственные телеканалы, был атакован хакерами. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Anonymous, которая заявила, что Рутуб, возможно, исчез навсегда. По словам хакеров, около 75% баз данных и инфраструктуры Рутуб были повреждены, а 90% резервной копии серьезно пострадали. Представители Рутуб заявили, что информация не соответствует действительности. На момент монтажа этого выпуска видеохостинг уже функционировал. Это сложная система рекомендаций, это, наверное, самое важное, что есть в социальных сетях. И, к сожалению, ни во ВКонтакте, ни в Рутубе, ни в Яппе, ни в других российских сетях нет таких систем алгоритмов. Не потому, что мы глупы или не глупы, или что-то еще, а просто потому, что это вопрос большой команды, больших инвестиций в ресурсы, в технологию и вопрос времени. Ютуб строился сколько лет? Сколько ресурсов было вложено? И это общемировая история. И думать, что мы в России можем за даже полгода сделать то, что Ютуб сделал за 15 лет? У нас, во-первых, денег столько нету, и людей таких нету. Настолько много высококлассных специалистов дорогих, у нас такого сейчас нет. Ребята, простите, пожалуйста, не замените. Так не работает. Потому что мы живем в глобальном мире и в глобальном рынке. Ютуб развивался не потому, что это американская соцсеть, а потому, что это глобальная соцсеть, существующая на разных языках, на разных площадках, с разными людьми, с разными технологиями. И в этом крутость. Но у нас нет альтернативы. Не парцы. Получилось так, что сильные айтишники, значит, сильное образование. А с изоляцией нашей страны это образование, оно будет становиться слабее, как вам кажется, или нет? Программирование, вы знаете, такой секрет открою вам. Программирование – это не знание, это навык. Это навык и умственный склад. Совершенно неважно, где человек учится. Совершенно неважно, вы не найдете ни одного серьезного программиста. Я не в обиду сейчас, если вдруг кто-то будет слушать выпускников МФТ, МИФИ, МГУ, МИХМАТа, да? Который бы сказал, что его образование ему помогло в программировании. Для того, чтобы программировать высоконагрузочные сервера, знания математические пятого курса в МКМГУ не нужны. Нужно уметь методично писать код, иметь в голове определенный склад характера. И вот в этой концепции, если так говорить, то выясняется, что это просто навык, практикующийся. Никакого отношения к числу мест в вузах не имеющий. Он имеет отношение только к месту работы, к задачам, которые решает человек. Понятно, что российское образование, техническое российское образование одно из самых лучших. И это признано на мировой арене. Что касается, как сохранить этот высокий уровень. Безусловно, нужно работать в связке вуз и работодатель, что как раз мы и делаем. У нас есть специальные программы, например, программа Safeboard. Это оплачиваемая стажировка для студентов с техническим образованием. И мы очень часто потом берем лучших из лучших уже в наш штат. Также немаловажным является такое внесение лепты от лица лаборатории Касперского. У нас многие специалисты, они читают лекции в ведущих вузах и тем самым тоже повышают уровень образования. В компании МЦСТ есть своя базовая кафедра, где студенты, начиная с третьего курса, могут прийти и работать в компании МЦСТ. МЦСТ разрабатывать что-либо, проектировать, далее расти как специалист. В любом случае, в любой компании, которая разрабатывает микропроцессоры, с нуля прийти. Можно, если ты до этого проработал, у тебя есть огромный багаж знаний. Если ты приходишь с нуля, начинающий разработчик, то тебе все равно придется расти 3-4 года в окружении специалистов и перенимать у них опыт. Вот. И благодаря таким компаниям, как МЦСТ, ну МЦСТ прежде всего, потому что это на сегодня наиболее высокопроизводительный процессор из всех российских. И наиболее развитая архитектура, которая делает максимально все. Ну и архитектура, и IP-блоки, как я ранее говорил, компилятор. И благодаря школе, которую дает компания МЦСТ, очень много специалистов выросло. И впоследствии даже успешно трудоустроились и в российских компаниях в том же самой Intel. И до сих пор специалисты, то есть это некий знак качества, если ты работал в МЦСТ, значит ты точно крутой специалист, тебя надо брать в Intel. Прям вообще здорово. Это до сих пор такое есть. И для того, чтобы все сохранить, нужно как минимум не обрубать финансирование и закупки Эльбрусов, а наоборот их увеличивать, чтобы можно было еще больше специалистов привлечь. Такой простой пример приведу. В компании Intel существует отдел, который занимается доработкой микропроцессоров, которые уже были ранее выпущены. То есть это те процессоры, которые вышли, их оптимизируют, устраняют ошибки и так далее. Это в этом отделе у Intel содержится 2000 человек, которые занимаются только этим. Это только один отдел. А напомню, МЦСТ это всего 500 человек. У Intel десятки тысяч специалистов работают. И более 50% всех физдизайнеров мира работают компанией Intel. И чтобы нам, как стране, сохранить специалистов, нужно создать соответствующие условия. Сейчас для айтишников довольно неплохие созданы дополнительные мотивирующие стимулы оставаться у нас в стране. Это та же ипотека и другие есть вещи. Нужно, естественно, повышать уровень заработной платы для того, чтобы не было интереса куда-либо уезжать. Ну и как раз-таки та же самая компания Ядро или компания МЦСТ, которая имеет базовую кафедру, она работает со студентами, с образовательными учреждениями на то, чтобы кадры как раз-таки приходили, интересовались и понимали, что да, можно в стране у нас остаться, зарабатывать очень хорошие деньги и как раз-таки развивать, двигать все в будущее. Не обязательно куда-либо уезжать. Не парцы. Когда Россия начнет делать свои ноутбуки, телефоны и прочее? В феврале этого года на YouTube-канале Стаса «Ай как просто» я вот в том числе помог, передал ноутбук компании «Промобит». Ноутбук называется «Битблэйз Титан». С 2013 года я высмеивал, потом я смотрел с надеждой на эти российские процессоры, потом я снимал документальные фильмы об этом, но вы не представляете, сегодня первый раз, когда я эту технику щупаю. Это «Битблэйз». Вы уже слышите, как он шумит, потому что это инженерный образец, с которым очень много проблем, и о них я вам тоже сегодня расскажу. Первый российский ноутбук на полностью российском процессоре собранный из полностью российских комплектующих. Охренеть, да? Это российский ноутбук, разработанный в России на базе микропроцессора «Байкал». Компания «Промобит» разрабатывает ноутбуки на базе «Байкалов» и «Эльбрусов». На данный момент они сделали прототип на базе как раз-таки процессора «Байкала» российского, и вот там был хороший обзор, рассказано, показано, как он выглядит, что будет делаться. Но это всего лишь инженерный образец, поэтому не нужно тут как-то слишком быть строгим. Он для инженерного образца сделан нормально. Это как раз-таки обкатать технологию. То есть работы в этом направлении гражданского, дешевого, относительно дешевого того, что у нас все равно довольно высокая стоимость на микропроцессоры. То есть там ожидается, ну, скажем так, в начале февраля ожидалась стоимость ниже 100 тысяч рублей на ноутбук такой нормальной средней производительности на базе «Байкала». Есть другие компании, которые разрабатывают ноутбуки. Я думаю, где-то через месяц будет еще одна компания представить ноутбук на «Байкале». Я его тоже видел в щупу, он там тоненький, маленький, там меньше у него. Там в районе сантиметра толщина у него. Ну, нормальный, хороший, современный ноутбук. То есть это уже есть и разрабатывается в плане ноутбуков. А вот в плане микропроцессоров для смартфонов у нас все, конечно же, намного печальнее, потому что такие микропроцессоры просто никто не делал. Не разрабатывает, не делает. У нас их нету в российских. И смартфоны, которые у нас на сегодня есть, и заявляются отечественные. Там дизайн российский. Имеется в виду дизайн платы, расположение. Софт может быть частично отечественным, но все равно это будет сделано из зарубежных комплектующих. Ну, на самом деле, за годы существования моего канала я успел в руках подержать много чего и даже попробовать те вещи, которые в руках подержать будет достаточно затруднительно. Вот сейчас у меня, например, стоит здесь, прямо рядом со мной, сервер на базе процессора Elbrus, приинтереснейшее устройство, которое смогло удивить меня производительностью. Полная российская разработка, то есть с самого первого до последнего транзистора. Разработан полностью в России, произведен, к сожалению, на Тайване, на том же самом заводе, на котором производятся и процессоры для техники Apple, и многое другое. Но, тем не менее, производительностью он смог меня удивить. Если бы мы с вами имели производственные мощности и начали бы развивать собственную архитектуру Elbrus, я вам просто скажу конкретные цифры. За все время существования компании МЦСТ, да, ну, я говорю не про советский еще период, а когда МЦСТ появилась уже после развала Советского Союза в современной России, за все время на разработку этих процессоров было потрачено меньше денег, чем компания Intel тратит за полгода где-то на разработку своего процессора. То есть сравните разницу 30 лет, либо полгода. И при этом, представьте мое удивление, когда я понял, что при правильном оптимизированном софте, то есть если программа написана правильно, он сопоставим по производительности с некоторыми интеловскими процессорами. При такой огромной разнице в бюджетах, при настолько огромной разнице в тех процессах, потому что если бы у нас был доступ к более современным тех процессам, а это, как вы понимаете, вопрос денег, если бы мы собирали Elbrus на базе 5-нанометрового тех процесса, мы бы могли конкурировать и с Intel, и с Apple. В целом российская электроника имеет ту же самую проблему, что и Россия. Это зависимость от других стран. Мог сказать бы я. Но с другой стороны, понимаете ли, в чем дело? Дело в том, что мы с вами привыкли говорить, мол, Россия, там все плохо, у нас нет своей электроники. А в какой стране она есть? Вот вы скажете в США. А могут ли США без Тайваня произвести процессор? Нет, не могут. Могут ли США без Тайваня произвести множество вещей, которые используются в тех же самых смартфонах Apple? Нет, не могут. Они, безусловно, рассказывают о том, что make America great again, они будут производить эти же самые смартфоны и другую технику Apple на территории Америки, но это экономически невыгодно, и есть ощущение, что сделать у них это не получится. Тем более маломальски развитое производство они сейчас переносят в Индию. Почему были попытки, помните, там, Yodafone и прочие такие истории были, сделать ради того, чтобы сделать, но они не взлетели. Одна простая причина. Для того, чтобы это сделать серьезно и тиражно, надо было конкурировать с глобальными компаниями, ну, глобальными корпорациями. Вот вы держите в руках смартфон, давайте угадай iPhone. Конечно, у меня же промывка западная, у меня же западная прошивка стоит, конечно, я же жертва пропаганды, я с iPhone. С iPhone, да? Вот, вот пример. Соответственно, вы не хотели бы себе иметь Yodafone, ну, потому что у вас iPhone, потому что вот там яблочки нет на этом фоне. Смотрите, в данном случае сейчас востребованность на отечественное, да, как я уже сказал, она будет намного больше, чем только в рамках одной страны. Я пользовался Яндекс.Телефоном, это ужасное устройство, которым можно, наверное, пытать людей. Но дело в том, что при компрадорской модели капитализма за 30-летие устоявшейся на территории нашей полупериферийной с точки зрения экономики сверхдержавы, ну, разумеется, ничего другого и невозможно было произвести, невозможно было ничего создать. У нас принято, вот Яндекс.Телефон, это яркое отражение этой модели капитализма. Они ничего не разрабатывали, они ничего не думали, они просто знали, что у них уже есть бренд Яндекс. Они просто возьмут, закажут на территории Китая себе какой-нибудь непонятный смартфон на основе болванки, да, то есть с тем же самым видом, в том же самом корпусе, в этом же, в котором выпустили Яндекс.Телефон, есть ещё с десяток смартфонов, выходивших в то же самое время, с теми же самыми характеристиками. Яндекс думали вывести за счёт оболочки, стать за счёт этого достаточно массовым устройством, но не получилось. И в итоге с первоначальной стоимости в 14 990 рублей им пришлось стоимость снижать. С иным та же самая ситуация. Но дело заключается в том, что если будет у нас на территории страны собственное производство и будут собственные разработки, либо хотя бы по сотрудничеству с Китаем мы к этому в конечном итоге придём, и будет спрос от государства, в конечном итоге Яндекс смогут сделать качественный смартфон. Я не то чтобы верю в эту компанию, я вообще считаю, что слово верю, надеюсь, нам стоит полностью убрать из лексикона. Государство должно инициировать производство подобной электроники. Потому что нам очень много любят рассказывать, в том числе и в вашем журнале, писать про замечательные истории о сверхтехнологичных компаниях. Но все эти высокотехнологичные компании начинались с военных вливаний американских инвесторов, которые выседали в Белом доме, разумеется, я об этих самых инвесторах говорю. Биполярные транзисторы прежде всего принесли компании Intel огромные деньги, потому что они использовались, они использовались исключительно в военных целях. Именно военные цели помогли компании Intel стать теми, кто они есть. И в конечном итоге компания Intel смогла обраститься компаниями-сателлитами, которые в итоге и образовали Кремниевую долину. И все эти софтверные фирмы, всё это создано на деньги американских налогоплательщиков изначально, потому что такие разработки требуют огромных вливаний. Американцы, как и все остальные зарубежные партнёры, прямым текстом на протяжении всех 30 лет говорили нам, мы можем продать вам процессор для вашего компьютера, но мы никогда не продадим вам устройство для производства этого самого процессора. Там такой жесточайший контроль. Многие думают, ну вот, купил просто какое-то оборудование на фабрике. Нет, ребятки, там используется GPS, там используются методы удалённой блокировки, поэтому без нашего безведома американских партнёров мы не сможем даже собрать процессоры, при условии, если у нас будут станки, необходимые для их сборки. Поэтому нужно и станки самим разрабатывать с нуля, и фотолитографией заниматься, и всеми остальными ступенями производства. В этом плане мы безнадёжно отстались. Здесь нет речи о том, чтобы мы составили конкуренцию каким-то западным компаниям. Речь идёт исключительно о выживаемости государственных предприятий, а все бренды типа Intel, типа Apple и остальные, они с рынка не уйдут. Они могут публично сказать, мы не будем продавать свои процессоры в России, но они в любом случае сделают всё, чтобы тот же самый параллельный импорт был возможен. Они сделают всё, чтобы их процессоры можно было в неограниченных количествах купить в Казахстане, а потом переправить в Россию, потому что здесь не идёт речи об идеологии, здесь идёт речь об экономических интересах. А на ваш вопрос, когда Россия научится делать что-то своё, делать полностью сама, я вам отвечу. Совсем скоро, в ближайшие пять лет. Почему же мы за предыдущие 30 с небольшим этому не научились, да? Я напоминаю, что в советское время у нас были свои производства, которые на протяжении последних 30 лет методично и целенаправленно уничтожались, для того, чтобы атланты извлекали прибыль из их уничтожения. А потому что сейчас появилась потребность, потому что сейчас это действительно нужно. А раньше нужно не было. Раньше люди могли зарабатывать другим способом. И теперь, если ты хочешь продавать своё оборудование в государственные предприятия, а это, как мы знаем, самые большие и самые приятные контракты и деньги, оно должно быть полностью российским. Не парцы. Правильно я понимаю, что все проблемы глобальные, которые сейчас есть, их можно обойти, просто надо будет платить больше, там, да? Либо какому-то решали, скажем так, за 10% от стоимости, ну, типа крыши какой-то, да? И среди этого есть там официальные сервисы. Насколько я понимаю, речь идёт про СДЭК, да? Который такую функцию вёл. Либо делать там компанию в третьей стране, что раньше, до этого кризиса, считалось какими-то, ну, такими полусерыми схемами. Всё именно так. Действительно, вот, когда начинаешь этим всем заниматься, возникает ассоциация чего-то серого. То есть ты делаешь, пытаешься что-то обойти, пытаешься где-то что-то замолчать, где-то что-то недоговорить. Вот, это очень сильно походит на серость. Вот, и я тут же сразу вспомнил, к нам приезжала делегация из Ирана, и они до последнего представлялись компанией из Эмиратов. И уже когда они приехали к нам в офис, и когда уже я спросил, из какого вы города, они тогда уже сказали, что они из РАНа. Вот, я тут же понял, почему это было, почему они так говорили, почему они до последнего молчали. Вот, и сейчас, по сути, мы занимаемся очень сильно похожим. В начале марта международная консалтинговая компания Asensure заявила о прекращении работы в России. Компания занимается разработкой программного обеспечения и управлением. Данными организует IT-инфраструктуру для бизнеса. Внедряет продукты Oracle и SAP. Это программное обеспечение и база данных для бизнеса, также недавно ушедшей с нашего рынка. Однако, решение ирландского руководства не остановило работу российского представительства с более чем двумя тысячами сотрудников. Было принято решение выделить отдельное юрлицо и продолжить работу уже как чисто российская компания. Вот, если бы вам поставили задачу сейчас сделать все, чтобы отрасль IT в России расцвела, вы бы какие приняли меры? Мне кажется, самое важное – это продумать технологии, когда делается процесс не ради процесса, а процесс ради результата и максимально быстро применяется. Поэтому, если возможно, использовать механизмы и процедуры, которые бы позволили решения уже проработанные, может быть, стартапами, может быть, небольшими компаниями, большими компаниями, максимально приложить на рынок, приложить на клиентов, показать это клиентам, чтобы можно было быстро использовать, вот это, наверное, для меня был бы правильный, хороший результат. Приведу пример. Accenture глобальный. Уходя, все системы, на которых мы работали, эта система и от простейших систем, учета времени, прогнозирования, формирования данных по клиентам забирала. Accenture они разрабатывались долго. Наша команда смогла за 4 недели поднять, восстановить, выбрать из тех систем, которые есть на российском рынке, 4-5 систем, которые мы сейчас максимально быстро поднастроили и используем. Вот я уверена в том, что на российском рынке есть приложения, которые были забыты или недостаточно использованы, а сейчас для них будет хороший расцвет, нужно их использовать, продвигать, возможно, можно какие-то налоги сократить для них, где-то промоушен сделать дополнительный, где-то подучить людей, потому что сейчас нужно будет большое количество людей переучивать с одних систем на другие. Первое – это льготные кредиты для IT-компании. Второе – это программы софинансирования, субсидирования. Третье – это программы грантовой поддержки. Ну, это вот про деньги. Закидать деньгами, проще говоря, это раз. Хотя бы на первое время, чтобы у них хватило на то, чтобы запилить свой YouTube. Это одна из мер, она эффективна, проверена многократно. Второе – открыть упрощенный выход на госзакупки. То есть, действительно, есть много команд, а все должны участвовать в тендерах, и должна быть конкуренция. Конкуренция за то, чтобы сделать свою экосистему. Я знаю, что есть сейчас подряды на создании своего Zoom, и своего Oracle, и SAP, и так далее. Нужно упрощенную процедуру для участия в подобного рода решениях. Вот. Третье – нужно продумывать какие-то механизмы обхода. То есть, вот у Ирана есть программа, как прямо правительство Ирана. Там можно прийти в аналог «Мои документы» и открыть юрлицо в ОАЭ, чтобы продавать на весь мир. И нужно подумать похожую историю. Нужно принять, что действительно под санкциями сложно, это надолго. Нужно подобную меру разработать. Для чего? Для того, чтобы выходить на больше экспортных направлений. Все равно все-таки на Западе пользователь нужен. Вот. И простым русским разработчикам и простым западным пользователям не важна геополитика, а им важно решение их насущной проблемы. Вот. И если бы был инструмент, который позволял бы эффективно создавать компании, которые будут работать на весь мир, при этом оставаясь в России, то это бы тоже позволило продолжать развитие эти отрасли, при этом удержав специалистов здесь. Вот. Ну и четвертое – это продолжать образование. Потеряли много отечественников, я надеюсь, они вернутся. Тем не менее, активнее развивать, активнее преподавать математику, физику в школе, студентов. Вот сейчас история с практикой. Продолжать трудоустраивать. Вот. И... И это... Ну, это будет положительно. Вот. И еще, я считаю, нужно сделать обязательную историю с репатриацией обратно. Вот. Потому что многие на эмоциях жгут мосты. Вот. Этим людям нужно протянуть руку обратно и простить им, если они, например, написали что-то у себя на стене, что противоречит существуемым законам как минимум. Потому что иначе, если их еще за это наказывать, то отток будет только выше. Ну, скажи, что правда, да, глупо относиться к этим людям как к предателям, сбежавшим с корабля, потому что это все люди, которые приносили пользу, да, этой стране. То есть это не совсем там то же самое, что сравнивать сбежавших в Лондон чиновников с ребятами, которые работают в найме, в IT. Они за год не образуются новые в таком же количестве. Это все сложный продукт, который идет от школьного образования, университетского образования, курсов, насмотренности, начитанности. Это совершенно не то, что там завтра здесь будут айтишники от дяди Вани. Не будет такого. Это действительно так. Я считаю, что IT-специалисты – это интеллектуальная элита. И просто потеряв тысячу айтишников, ты их, ну, просто так не получишь. Ты представляешь, это с ранних лет нужно учить физику, математику. Затем в университете построи университет целую инфраструктуру, найми педагогов, создай программы, выпусти это. Огромная инвестиция. И что бы они ни делали, что бы они ни говорили, нужно их принять и простить. Компания «Райтек» работает в сфере цифровизации промышленных предприятий, занимается разработкой и внедрением программного обеспечения на производствах и в телекоммуникационных компаниях. Кроме денег, нужно, во-первых, правильную стратегию. Деньги можно потратить по-разному. И здесь самое важное, чтобы они тратились эффективно, имея в голове ту цель, которая стоит перед государством. Точно так же это касается, я вот слышала, я, к сожалению, ее не видела, да, сейчас разрабатывается программа «Наципроект электроника». И здесь вот то, что меня, например, удивляет, и вот мне кажется, что здесь немножко надо сменить акценты, у нас нет фактически каких-то целевых мер поддержки именно для радиоэлектроники. Есть общие меры поддержки по промышленности, но целевых методов поддержки по электронике, радиоэлектронике я пока не увидела. В отличие, например, от сферы IT, где очень сейчас серьезно подходит к разработке этих мер. А в то же самое время идет разработка «Наципроект электроника». Вот мне кажется, что это не одно и то же. И мне кажется, очень важно не поддерживать там отдельных, как они называют, национальных чемпионов и так далее. Если мы посмотрим на опыт стран-лидеров высоких технологий, внутри всегда создавалась жесткая внутренняя конкуренция. Только в таких условиях и только малые компании, я не знаю, что такое национальные лидеры, если это по объему продаж, то объем продаж, он не эквивалентен собственным инновационным разработкам. Часто даже наоборот. Все инновационные разработки идут в небольших компаниях. Это дальше под общим зонтичным брендом. Большие корпорации их скупают, как правило, и продвигают уже общую линейку продуктов. «Нужны еще и дешевые длинные деньги. Но это при условии того, что у нас для ноутбуков должны быть очень правильно и эффективно вложены деньги в разработки». «Неразворованные имеется в виду». «Ну, я этого не сказала. Заметьте, не я это сказала. Я бы сказала так – эффективно». Но что же ждет российская IT в будущем? В любом случае, будет интересно, будет челленджово, будет много возможностей для роста, для тех, кто этого роста ищет. Это возможность текучи кризис, это возможность выйти тем игрокам и занять, захватить долю рынка, которых раньше было не видно или у которых не было такой возможности. И сейчас доступ к технологии, доступ к решению и быстрота вывода этого продукта на рынок как раз позволит захватить определенную долю рынка. Я вижу то, что это предстоит очень много работ. Но работа, она будет вознаграждена. Вознаграждена, знаете, почему? Потому что то, что происходит сейчас, с чем мы столкнулись, с такой сигналкой русофобией, с бесконечным блокированием санкциями, с давлением беспрецедентным. То есть сейчас на Россию уже наложены санкции больше, чем на любую другую страну. Мы вообще здесь не взяты. Мы подошли к этому мариеру по количеству санкций. Это делает нас сильнее. И что я хочу сказать? У нас появился не только тот шанс, про который я говорил, но у нас, когда мы говорим про будущее, как я все это вижу, я вижу то, что если мы воспользуемся тем самым шансом, то мы сможем расширить свое влияние и стать той самой интернативой, которая ждет во всем мире. Вы прекрасно можете посмотреть на карту, которая сейчас в интернете есть, страны, которые поддержали санкции, и весь остальной мир. Страны, которые поддержали санкции относительно мира, в количестве людей, в количестве территорий. Это очень маленькая часть. Но в количестве мировой экономики оно зато очень велико. Да, ВВП России от всего мира, насколько я помню, около 2%. Ну, вы знаете, когда вы такое говорите, вы цитируете методичку Сбигнева-Крузинского, которая очень так интересна. А реальность, она несколько другая. Я не читал никаких методичек, я вот просто открытыми данными располагаю. Вы, к сожалению, тоже... Ну, вы вынуждены... Я попал под пропаганду, вот вы считаете? Да, 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 конечно. Я жертва под пропагандой. Нет, нет, а вы не сознательно это повторяете абсолютно. Вы повторяете, потому что у вас такая... Прошивка у меня такая. Это присутствует. И вы можете даже думать по-другому, но вы это будете использовать, потому что этот нарратив вам в абсолютно... Таких нарратив много. Страна-бинциколонка, да, жара, в общем-то, займена, и прочее. Ну, у нас оказалось, что страна, она, видите, как и продукты-колонка, и технологии-колонки, и процессоры-колонки, продукты внезапно оказались, сейчас IT-колонка, и колонка всего. Знаете, когда рвутся связи с чем-то, то ты что-то теряешь, а что-то приобретаешь. Поэтому прорыв или разрыв связи с технологиями, которые разрабатывались в других направлениях, в других странах, когда тебе не идет поток новых идей, откуда-то заставляет тебя думать самостоятельно. То есть хорошо оторваться от других, но это дает тебе возможность подумать самостоятельно и развиться. Это как ребенок маленький растет дома, его он все время нянчат, за ним ухаживают, а как только он вылетает в свободный мир, он по-другому смотрит, может быть, вырастает и взрослеет быстрее. Поэтому есть и плюсы, и минусы. Минус – жалко потери экосистем. Плюс – это отличная возможность развиться. Технологически российский IT-рынок потерял, но с другой стороны, мы все-таки полны оптимизма именно в том, что мы считаем, что мы вполне способны восполнить ушедшие продукты, ушедшие продукты с рынка. Да, это не задача одного года, но при этом никто, кроме нас, этого не сделает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова